Субтитры делал DimaTorzok Санкционная дюжина Госдеп внес в черные списки еще больше десятка российских компаний. В Конгрессе появилось предложение ослабить санкции против российских парламентариев. А также чумовые носки от Джонни. Эксклюзивная история настоящего времени Америка о том, как отец ради сына с синдромом Дауна создал миллионный бизнес на обычных носках. Эти и другие темы в материалах моих коллег. Начинаем с дайджеста новостей от Игоря Тихоненко. Спасибо, Роман Коротко, о событиях в мире и в США. Президент Дональд Трамп заявил в среду, 26 сентября, что он выступает за то, чтобы израильско-палестинский конфликт был разрешен созданием двух независимых государств. Об этом он заявил журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в эти дни в Нью-Йорке. Как отмечают обозреватели, эти слова стали первой в своем роде четкой поддержкой администрации Трампа о концепции двух государств для решения арабо-израильского конфликта. Поддерживаете концепцию двух государств? Мне нравится двух государственное решение, да. Я думаю, что оно будет лучшим решением. Я даже не должен об этом ни с кем говорить, я так думаю. Может, вы считаете по-другому? Я так не думаю. Я считаю, что двух государственное решение – лучший вариант. Кроме того, глава Белого дома заявил, что его администрация сейчас разрабатывает новый план для переговоров между Израилем и палестинской автономией. По словам Трампа, Израиль, цитата, «будет также должен сделать что-то для другой стороны». Конец цитаты. Что именно, президент не пояснил. 145 стран-членов ООН поддержали план повышения эффективности миротворцев этой организации, также известных как «Голубые каски». Как заявил генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш, сегодня миротворцам ООН приходится работать в более опасных и сложных условиях. Лишь с начала этого года погибло не менее 64 представителей миротворческого контингента. Именно поэтому почти 150 стран одобрили план действий, призванный сделать эти операции более мощными и гибкими. С тех пор, как в 1948 году первые миротворцы ООН были направлены на Ближний Восток, чтобы следить за соблюдением перемирия между Израилем и его арабскими соседями, «Голубые каски» приняли участие более чем в 70 миссиях по всему миру. Российская Госдума приняла в среду, 26 сентября, резонансный законопроект об изменении пенсионного законодательства. В поддержку документа, одобренного во втором ключевом чтении, проголосовали 326 парламентариев, 59 были против и лишь один депутат воздержался. Таким образом, возраст выхода на пенсию у мужчин увеличился с 60 до 65 лет, а у женщин с 55 до 60. Депутаты ожидаемо поддержали все поправки по пенсионной реформе, предложенные президентом Путиным. Это произошло, несмотря на протест российских избирателей, накануне передавших в администрацию президента миллион подписей против пенсионной реформы. Как сообщают российские СМИ, у здания Госдумы фракция КПРФ проводит акцию против повышения пенсионного возраста. Издатель медиазоны Петр Верзилов, который находится на лечении в Берлине после возможного отравления, накануне пришел в себя и рассказал о своем самочувствии. Верзилов написал в твиттере, что он находится в относительном сознании, а перед этим был 12 дней, как в черной дыре. Ранее стало известно, что полицейские охраняют палату Верзилова и дом, в котором живут его родственники. Сейчас правоохранители устанавливают возможные причины отравления Верзилова. Среди них акция во время финала Чемпионата мира по футболу, журналистская деятельность и участие в расследовании убийства журналистов Центральной Африканской Республики. В Чикаго арестован гражданин Китая, который предположительно работал на китайские спецслужбы. По версии следствия, Ци Чао Тюнь помогал разведке КНР, вивровать инженеров и ученых, включая специалистов, которые работали по контрактам с армией США. 27-летний Чао Тюнь переехал в США в 2013 году. Он поступил на инженерный факультет Иллинойского технологического института в Чикаго и через два года получил диплом магистра. Как утверждают американские исследователи, приблизительно в это же время он выслал своему куратору в Китае файлы с информацией о восьми специалистах, имевших отношение к военной и технологической сферам США. Все они были натурализованными американскими гражданами, выходцами из Китая и Тайваня. И возвращаясь к теме Генассамблеи ООН, в эти минуты там проходит заседание Совета Безопасности. Председательствует на нем президент США Дональд Трамп, назвавший накануне, я напомню, Иран главным спонсором терроризма в мире. Ирану посвящена существенная часть повестки и сегодняшнего заседания. Об этом вам расскажут мои коллеги. У нас в Нью-Йорке работает наш собственный корреспондент. Рома, на этом я передаю тебе слово, пожалуйста. Вы говорите, понедельник день тяжелый. Среда выдалась сегодня, конечно, невероятно наполненной новостями. Все новости из ООН, о которых сказал Игорь Тихоненко, новые и крайне неприятные подробности обвинения в адрес кандидата в Верховный суд Брэта Кавана, о чем мы обязательно подробно расскажем. И, конечно, главная новость последних минут – новые детали о подозреваемых в применении яда новичок в Великобритании. Обо всем этом в ближайший час оставайтесь с нами. Это будет действительно наполненный новостями и подробностями час. Начинаем мы с того, что Дональд Трамп впервые в статусе президента председательствует в Совете Безопасности ООН. Главной темой заявлено формально ядерное нераспространение. Но ожидаемо все внимание сфокусировано на Иране. За заседанием наблюдал и наблюдает наш собственный корреспондент в Организации Объединенных Наций Михаил Гудкин. Он в прямом эфире от штаб-квартиры Организации. Михаил, приветствую вам слово. Добрый день, Роман. Заседание Совбеза закончилось буквально несколько минут назад. И председательство на нем действительно президент Дональд Трамп. Так как в этом месяце Соединенные Штаты председательствуют в Совете Безопасности. Трамп получил такую возможность. И впервые, будучи президентом, стал председателем заседания Совета Безопасности. Он в своем выступлении сразу же обрушился с резкой критикой на иранский режим. Повторил некоторые тезисы, которые прозвучали в его вчерашнем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. Он заявил, что иранский режим продолжает распространять насилие и хаос на Ближнем Востоке. Что этому режиму никогда нельзя позволить заполучить ядерное оружие. Именно поэтому, объяснил он, Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном для того, чтобы не допустить получения иранским режимом ядерного оружия. Как вы знаете, не все согласны с такой тактикой президента Трампа. Но он считает, что это именно самое действенное средство для того, чтобы сдержать Иран и не допустить получения этим тегеранским режимом ядерного оружия. Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены восстановить все санкции, действовавшие против Ирана до того, как была заключена ядерная сделка. Он сказал, что это будет сделано к началу ноября. И затем, если иранский режим не изменит своего поведения, санкции будут еще больше ужесточаться. Президент Трампа призвал всех членов Совета Безопасности сотрудничать с Соединенными Штатами в этом вопросе. Вот что, в частности, он сказал. Я призываю всех членов Совета Безопасности поддержать США в нашем стремлении изменить поведение иранского режима с тем, чтобы он никогда не заполучил атомную бомбу. При этом я хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что они вняли моим призывом и существенно замерили наступление на Идлиб, где среди трех миллионов мирных жителей находится 35 тысяч террористов. Террористов нужно нейтрализовать, но я надеюсь на дальнейшее проявление сдержанности. Мир следит за происходящим. Это было несколько неожиданно, что Трамп поблагодарил в своем выступлении Иран, Россию и Сирию за проявленную сдержанность. И в его выступлении была еще одна неожиданность. Он, в частности, обрушился с критикой на Китай. Вот что он сказал. К сожалению, мы обнаружили, что Китай пытается вмешиваться в наши выборы, предстоящие в ноябре. Они не хотят, чтобы я, или точнее мы, выиграли, потому что я первый президент, бросивший вызов Китая в вопросах торговли. А мы выигрываем в вопросах торговли, выиграем на всех уровнях. Мы не хотим, чтобы они вмешивались в наши предстоящие выборы. Президент Трамп также высоко оценил прогресс, достигнутый на переговорах по денюклиаризации корейского полуострова. Он сказал, что у него сложились хорошие отношения с председателем Северной Кореи Ким Чен Ином. И выразил уверенность в том, что соглашение с Северной Кореей по денюклиаризации будет достигнуто. Но при этом он подчеркнул, что до того, как это произойдет, санкции должны продолжать действовать. И он подверг критике некоторые страны, которые эти санкции нарушают. Хотя Трамп не назвал эти страны, но прежде Госдепартамент в числе этих стран назвал Россию и Китай. Трамп сказал, что в течение следующих нескольких месяцев, или в течение следующего года, мы получим хорошие новости из Северной Кореи. Что касается других лидеров, это было заседание действительно высокого уровня. У него принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Они все соглашаются с тем, что необходимо сохранять режим нераспространения ядерного и другого оружия массового поражения. Но европейские страны, в частности, как уже известно, эта позиция была обозначена, не согласны с решением Донда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. И в выступлениях этих лидеров прозвучала не очень резкая, но все же критика Соединенных Штатов. Россию на этом заседании представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Он, в частности, сказал, что односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном, особенно в условиях, когда Иран соблюдал соглашение этой ядерной сделки, судя по многочисленным сообщениям, продолжает их соблюдать. Лавров сказал, что односторонние шаги США в этом вопросе подрывают существующие механизмы нераспространения. При этом Сергей Лавров, интересно, в заключении своего выступления заметил, что диалог между двумя ядерными державами, Россией и США, остается чрезвычайно важен. Он подчеркнул, что именно наши государства стояли у истоков договоров о нераспространении, и Россия считает это сотрудничество актуальным. По сей день Лавров призвал не приносить такое сотрудничество в жертву. Ну вот, собственно говоря, это главные, наверное, заявления, которые прозвучали сегодня на заседании Совета Безопасности. Роман. Да, я должен отметить реакцию Ирана. Попросите, министр иностранных дел Мохаммед Джавадзариф заявил на все выступление Дональда Трампа, что Соединенные Штаты в очередной раз использовали в своих целях Совет Безопасности ООН, лишь для того, чтобы оказаться в еще большей изоляции, показать, что они нарушают резолюцию Совета Безопасности. Если я правильно понимаю, Миша, в ближайшее время мы также ждем пресс-конференцию президента Ирана Рухани на полях Генассамблеи. Спасибо, Михаил Гудкин. И президент Трамп тоже будет выступать на пресс-конференции сегодня. Да, сегодня в пять вечера большая пресс-конференция Трампа, о которой мы расскажем уже завтра. Михаил, спасибо. Наш собственный корреспондент Михаил Гудкин всю эту неделю работает на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Ну а на связи сейчас со студией Ричард Вайтс, эксперт Гудзоновского института. Ричард, приветствую. Насколько вы согласны, надеюсь, что у нас есть, собственно, связь, насколько вы согласны с тем, что позиция Соединенных Штатов, что уверение, Соединенные Штаты на сегодняшнем совмезе оказались в такой отдельной группе, показав, что они против своих же иностранных партнеров? Ну, надо сказать первое, что я рад, что президент Трамп организировал такую сессию. Мы знаем, что президент Обама, для него это очень важно ограничить распространение оружия, оружие массового поражения. И то, что президент Трамп продолжает эту традицию, эту политику, это очень хороший знак продолжения политики США по этому важному поводу. То, что есть разные гласы по поводу Ирана, Сирии, ну, это не так хорошо, но это не большой сюрприз. Но вопрос в том, собственно, ведь встреча на поляге на Ассамблее, это возможность формулировать общие позиции. Это вопрос в том, насколько Дональд Трамп действительно готов разговаривать с европейскими партнерами, если, по большому счету, он просто ставит им ультиматумы, а европейцам приходится отбиваться. Но это разные гласы, это, как вы сказали, так называли автоматом, это только по поводу Ирана. И мне кажется, что, когда они дискутировали с Украиной, Сирией, Скрипал, что есть большие согласия, что разные гласы не так видно, что это просто, это иранский вопрос, это исключение. Ричард, общий вопрос, на самом деле. После почти двух лет правления Дональда Трампа, на ваш взгляд, оппозиция Соединенных Штатов в разговоре с ведущими странами на полях ООН, оппозиции остались прежними сильны или они все-таки подорваны теперь? Это трудно сравнивать. Конечно, мне кажется, что иностранный лидер предпочитал политику Обамы. То, что он хотел, что Трамп это более сильнее, более одно старание. Но мне кажется, что можно одновременно агрутировать с ним по одних вопросах, но работать с него по другим. Например, Северная Корея. Мне кажется, что, несмотря на разногласия под отличными, лично много вопросами, что Россия, Китай и европейские страны работают хорошо с Америкой по этому поводу. Да, даже не буду, собственно, с этим спорить. Ричард, спасибо. Ричард Вайт, эксперт Гудзоновского института в Вашингтоне. Мы обсуждали, собственно, о сегодняшней заседании Совбеза и вообще участии Дональда Трампа в Генеральной Ассамблее в этом году. Ричард, спасибо, увидимся. К выступлению Дональда Трампа, конечно, приковано основное внимание мировых лидеров, экспертов и простых американцев. И выступление президента США накануне, которое мы показывали, вызвало бурную реакцию. Рафаэль Сааков расскажет подробнее. Рафаэль. Спасибо, Рома. Да, в соцсетях активно обсуждают речь Дональда Трампа на Ген Ассамблее, в том числе представители его администрации и члены его семьи. Дональд Трамп-младший выделил как понравившийся фрагмент о всемирной бюрократии. В нем глава Белого дома заявил, цитата, «Америкой правят американцы. Мы отвергаем идеологию глобализма и следуем доктрине патриотизма». Эти слова многих задели, в особенности использование местоимения «мы». Как, например, пишет программист Джеймс Уилмор из Пенсильвании, цитата, «Говорите за себя». «Я предпочитаю мирные средства для предотвращения конфликтов», из-за чего и существует ООН. Достаточно быстрого поиска в Google. Такого рода фанатический взгляд на патриотизм привел к Первой и Второй мировым войнам, полагает пользователь. А один из самых активных сторонников Дональда Трампа, Джек Пособик, автор книги «Граждане за Трампа» и ведущий новостного канала One America, и различно сравнил этот фрагмент из выступления Трампа с заключительной речью Барака Обамы перед Генассамблеей, в которой 44-й президент США, наоборот, предлагал объединить усилия, чтобы плодами глобальной интеграции пользовались все. Не менее активно обсуждается и момент, когда слова президента Трампа о его достижениях вызвали бурную реакцию в зале и даже смех. Комментарий президента Американской Евразии групп Иоанна Бремера. Мировые лидеры смеялись над нарциссизмом Трампа, говорящим, что он величайший президент всех времен. Неловкий момент, который явно не подразумевался, как место для шутки. Следует признать, что смеха и аплодисментов стало еще больше, когда он сразу после этого пошутил над самим собой. Эксперт Центра американского прогресса Майк Фьюгс, работавший ранее в Госдепартаменте, отмечает, в свою очередь, что, цитата, «к сожалению, последствия, обозначенного Трампом политического курса, вовсе не повод для шуток». Они могут нанести глубокий урон, конец цитаты. Посол США в ООН Ники Хейли тем временем предложила свою версию такой реакции участников Генассамблеи на слова Трампа. В интервью Fox News сегодня Хейли сказала, что она общается с мировыми лидерами каждый день и знает, что у них на уме. По ее словам, им просто нравится честность Трампа, которая далека от традиционной дипломатии. Тем временем сам Дональд Трамп в Твиттере вновь встал на защиту своего кандидата на место в Верховном суде США Бретта Кавана, который оказался на грани провала ввиду обвинений в сексуальных домогательствах. «Демократы ведут мошенническую игру на высоком уровне в своих яростных попытках уничтожить хорошего человека. Это называется политика уничтожения. За кулисами демократы смеются. Молитесь за Бретта Кавана и его семью». Перед резонансными слушаниями в юридическом комитете Сената демократы обвиняют республиканцев в пренебрежительном отношении к Форд. Среди прочего, из-за того, что республиканцы решили нанять юриста, который будет задавать вопросы Форд вместо самих сенаторов. Доктор Форд не находится под следствием. Цель слушаний – выявить, насколько Кавана пригоден для избрания в Верховный суд. Своим решением нанять частного адвоката для перекрестного допроса доктора Форд «Республиканцы пытаются запугать ее и избежать ответственности перед избирателями». В четверг Кавана и обвинившая его в домогательствах Кристин Форд будут давать показания по очереди в рамках открытых слушаний. Рома, будем следить за ними. Да, Рафаэль, спасибо. Мы вернемся к теме скандала вокруг судьи Брэта Кавана. Но сейчас, пожалуй, о главной новости, о главной срочной новости последних минут. Кто такие отравители, которые использовали яд-новичок в Великобритании? Буквально несколько минут назад группа Белинкет и сайт Инсайдер сообщили, что им удалось выяснить, кто такой Баширов. Сейчас на прямой связи с нами журналист-расследователь Роман Доброхотов. Романа, приветствую. Собственно, вам эфир. Расскажите, что вам удалось узнать о Баширове? Мы узнали, что Башировым является полковник ГРУ и герой России Анатолий Чепига, который до этого служил сначала в Чечне, затем участвовал в операции по ухожению в Украину, где, собственно, он получил звание Героя России. Причем я напомню, что, как правило, это не просто назначается, звание получает человек указом Владимира Путина, но, как правило, вручение, награждение происходит в личном присутствии президента. Это было в 2014 году. Ну, а, собственно, дальше историю, начиная с 2016-го, мы знаем, что уже после окончания так называемой консерватории, она же Академия Генштаба, он получил второе имя, Руслан Баширов, и начал участвовать в операциях на территории Европы. Роман, я еще раз повторю для наших зрителей, потому что у нас были некоторые проблемы со связью, то есть вам удалось установить, что его реальное имя это Анатолий Чипига, родился он в 79-м году. Я не буду спрашивать напрямую, все-таки, каковы ваши источники, но чем вы подтверждаете эту информацию? Вам удалось получить какие-то учетные карточки, документы? Ну да, здесь ничего нового, мы просто нашли его реальное имя, и после этого получили выписку из паспорта, из фотографии, она опубликована у нас на сайте, можете посмотреть. Я как раз попрошу наших режиссеров показать еще раз сайт Инсайдер, Инсайдер, на котором как раз есть фотографии, на котором в том числе приводятся фотографии, когда он служил в Чечне, и учетная карточка Анатолия Владимировича Чипиги, источник информации, российский паспорт. Роман, насколько вам удалось, то есть я понимаю, что сейчас большой к вам интерес к вашей публикации, а есть ли понимание вообще, почему, если они были сотрудниками ГРУ, участвовали в такой серьезной операции, зачем их выпихнули в публичное поле канала RT и Маргарита Симоньян? Слушайте, ну, это звучало бы для меня удивительно где-нибудь лет 15 назад, но у нас есть другой сотрудник спецслужб Луговой, который после убийства Литвиненко стал депутатом Государственной Думы. Так что удивляться, что сейчас у нас два ГРУшника дали интервью, мне кажется, как-то странным. Чипига, еще раз уточните, если я пропустил просто, пока читал статью, Чипига является по-прежнему действующим сотрудником главного разведуправления, вернее, сейчас это, как это, главный штаб? Ну, нам, конечно, сложно это проверить на данную секунду, но, очевидно, на момент отравления Скрипаля он им являлся. Вряд ли он делал это в качестве фитнес-тренера или любителя архитектуры. А на какие-то ваши запросы вы пытались попросить какие-то комментарии? Что-то вам ответили в официальных неких источниках? Я понимаю, насколько наивно может звучать этот вопрос, но тем не менее. Нет, с ГРУ мы не пытались связаться и просить у них комментарии. Я думаю, что, если они захотят какой-то комментарий, они сами с нами спорят, даже если мы это не спорят. Роман, я должен спросить, чисто с журналистской точки зрения, учитывая, что российские власти уже заявили, что сейчас ищут, кто и вам, и другим СМИ слил паспортные карточки за гранд паспортов, вам поступают какие-то угрозы, вообще какая-то реакция вот такого рода есть? Нет, угроз нам никакого в них не поступает. То есть, если сотрудники ФСБ захотят с нами поговорить, конечно, они могут это сделать, но лично я признаюсь, что даже не в курсе, каким образом брали именно выписки из паспорта, поскольку этим занималась Беллинкет. Поэтому помочь им, в этом смысле, ничего не могу. Но, опять же, если здесь было совершено какое-то правонарушение, то именно со стороны тех сотрудников, которые эти карточки передали, они со стороны журналистов, которые руководствуются законом о СМИ и имеют полное право публиковать общественно-значенную информацию, тем более, что в публикациях все персональные данные были замазаны, и мы не выдадим. Ну и главный, конечно, вопрос, который сейчас многие задают, в том числе в комментариях, как я вижу, по поводу Петрова, что-нибудь в ближайшее время пытаете и обещаете опубликовать? Ну, мы работаем над этим. Ну, по крайней мере, то, что мы точно знаем, мы собираемся опубликовать информацию о том, как сотрудники российских спецслужб получили доступ к британскому визовому центру и получили деловые визы, даже не имея никакого бизнеса в России. Да, это отдельный вопрос. Роман, спасибо за то, что нашли время. Я понимаю, наверняка, что у вас сейчас целая очередь из желающих с вами поговорить. Роман Доброхотов, расследователь, участие в как раз расследовании, которое ведут Биллинг Кэт и сайт Инсайдер, пытаясь понять, кто такие Петров, Баширов, и вообще установить всю информацию, связанную с применением новичка против Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Роман, спасибо огромное. Спасибо. Вернемся к нашим американским темам. Все обсуждение Дональда Трампа, который, еще раз повторим, сейчас находится в ООН, выступал на Генассамблее сегодня в Совете Безопасности. В эфире американских телеканалов в последние часы полностью отошло на второй план на фоне развития скандала со все более уже уголовным уклоном вокруг номинанта Дональда Трампа в Верховный суд Бретта Кавана. Несколько женщин обвинили его в непристойном сексуальном поведении, хотя сам он все отрицает. Сегодня появились детальные показания одной из женщин, которая прямо заявила об участии Кавана, неприятно ли говорить, в групповом изнасиловании девушек-школьниц. Теперь все внимание к завтрашним слушаниям с участием самого Кавана. Простите, узнаем больше у Александра Яневского. Он на Капитолийском холме. Саша, мне сложно представить, какую реакцию, конечно, сейчас это вызвало и что происходит в Сенате. Но начнем с главного. Известно ли имя третьей женщины, обвинившей Брата Кавана вот в этих сексуальных преступлениях? Рома, ее зовут Джули Светник. Она жительница Вашингтона. В сегодняшнем заявлении, которое опубликовал ее адвокат Майкл Авенати, она заявила следующее. «Я впервые познакомилась с Марком Джаджем и Бреттом Кавана в 1980-81 годах. Меня представили им на одной из вечеринок в Вашингтоне. У меня не возникает сомнений, что у Марка Джаджа есть информация относительно действий Кавана в 80-х, особенно по отношению к женщинам». Джули утверждает, что в принципе она становилась свидетелем того, что Джадж и Кавана употребляли чрезмерное количество алкоголя и, соответственно, вели себя очень агрессивным образом по отношению к девушкам и никогда не принимали слово «нет» в качестве ответа. По словам Светника, она неоднократно видела далее цитата «Кавана вел себя агрессивно по отношению к девушкам, оказывал на них давление, пытался снять с них одежду». Более того, она также прокомментировала интервью самого Кавана, которое состоялось в понедельник к американскому телеканалу Fox News о том, что он был девственником в тот момент. Она заявила, что вся эта информация является ложью. В заявлении Светник также говорится следующее, что она описывает эти самые вечеринки, которые проходили в Вашингтоне и заявляет о том, что непосредственно Джадж от Кавана, а также другие подмешивали в напитки, алкоголь и наркотики, чтобы девушки не могли контролировать ситуацию и не могли сказать «нет». Более того, по ее же словам и по ее воспоминаниям, она говорит, что неоднократно видела очереди молодых людей комнатам, в которых девушки находились в бессознательном состоянии. И также сама Джулия Светник заявила, что в 1900, это далее цитата, в 1982 году я стала жертвой одной жертв группового изнасилования, во время которого присутствовали Марк Джадж и Брэд Кавана. Этот документ был обнародован всего несколько часов тому назад, однако уже последовала реакция со стороны американских законодателей. В частности, сенатор Джефф Меркли заявил, что он будет добиваться судебного запрета относительно слушаний Марка, прошу прощения, относительно Кавана на пост судей Верховного Суда Соединенных Штатов Америки. Кроме всего прочего, Чак Шумер, который является лидером сенатского меньшинства, заявил, что все действия относительно Кавана должны прекратиться и, в принципе, он должен снять свою кандидатуру. Дональд Трамп уже, как известно, подверг нападкам адвоката Майкла Авинати, заявив, что он является очень плохим адвокатом и подобными заявлениями стремится привлечь к себе внимание. Другие республиканцы пока что не сильно комментируют данную ситуацию, однако можно также, я вот посмотрел сообщения в Твиттере, многие кандидаты, которые будут избираться в Американский Конгресс Соединенных Штатов Америки, уже выступают с заявлением и требуют, чтобы также слушания были прекращены относительно назначения Кавана и ко всему прочему они задают вопрос, если все три женщины, которые винили Кавана в совершении противоправных действий сексуального характера согласны пообщаться с ФБР, то почему этого не хочет делать непосредственно сам Кавана? Сейчас, в эти минуты, в Сенате выступает сенатор Джефф Лэг относительно завтрашних слушаний. Рома, мы дальше будем следить за ситуацией, которая развивается с Каваном. Да, я должен объяснить, собственно, для наших зрителей, что на завтра намеченное слушание в юридическом комитете, где будет выступать одна из обвинительниц, также будет выступать сам Брэд Кавана, он выпустил заявление, в котором заявил, что вообще не знаю, о таком идет речь в данной ситуации, о третьей обвинительнице, и на пятницу, что интересно, лидеры республиканцев назначили в Сенате голосование по кандидатуре, вернее, не в Сенате, а в комитете голосование по кандидатуре, не дожидаясь, собственно, на результаты всех слушаний. Саша, внимательно будем следить, завтра все подробности в нашем эфире, о другом хотел спросить, вопрос с санкцией, пока, конечно, отошел на второй план, но Госдеп ввел санкции против 12 компаний, и при этом в Сенате звучат идеи снять санкции с российских законодателей, расскажи подробнее. Да, Рома, действительно, с таким необычным, я бы сказал, предложением выступил сенатор-республиканец Рен Пол, он намерит внести поправку в уже существующий закон, относительно чтобы снять американские санкции против членов российского федерального собрания. В частности, речь идет о законе 2017 года, который направлен на защиту гражданского населения Сирии. Этот закон называется Сизер Сирия Сивилии В данном случае речь идет о следующем, что Рен Пол предлагает снять вот эти вот самые санкции с тех с российских законодателей, если же россияне соответственно снимут санкции с американских законодателей. Однако, по информации американских средств массовой информации, члены комитета Сената по международным отношениям очень скептически относятся к данному предложению Рен Пола. Напомню, что в августе этого года Рен Пол посетил, с официальным визитом посетил Москву, где он встретился с представителями российской власти, а также передал письмо российскому президенту от Дональда Трампа. Белый дом позднее подтвердил, что это самое письмо было написано по настоятельной просьбе самого Ренда Пола. Далее цитата. Сенатор Рен Пол полагает, что диалог и дипломатия имеют жизненно важное значение для мира во всем мире. Об этом заместитель руководителя аппарата сенатора Сержио Гор. Важно помнить, что США и Россия обладают более 90% всего ядерного оружия. Хотя есть множество вопросов, по которым мы можем не соглашаться, мы не можем урегулировать эти разногласия, если обе стороны не будут участвовать в диалоге. Ну, а также по всему прочему после своей поездки в Россию Рен Пол заявил в интервью телеканалу Fox News, что российские законодатели намерены приехать в Вашингтон осенью этого года для того, чтобы обсудить ряд важных тем. Именно и поэтому американские наличники предполагают, что эта самая поправка Рен Допола направлена на то, чтобы разрешить российским законодателям приехать в Соединенные Штаты Америки. Ну, еще раз повторим, все шансы на это весьма невелики. Саша, что за 12 компаний, которые попали под новые санкции США? Рома, под новые санкции Министерства торговли США попали следующие 12 компаний, которые наносят, согласно мнению американского правительства, ущерб американским национальным интересам. В частности, речь идет о следующих компаниях. Это НИИ Вектор, научно-производственное предприятие Гамма, компания Cyrus Systems и группа компаний Infotex. Санкции против них вводятся на том основании, что они проводили вредоносную деятельность в киберпространстве. Другие пять компаний это Аэрокомпозит, Обнинское научно-производственное предприятие Технология, Конструкторское бюро Авиадвигатель, также Производственная корпорация системы приборостроения Воронежский НИИ Вега обвиняются в поддержке российского военно-промышленного комплекса и аэрокосмического сектора. Если же мы будем говорить о поставках оборудования для военно-морских сил России, то под санкции попали подводных технологий Океанос и также компания Дайв Техносервис за материальную помощь иранской ракетной программе. Напомню, Рома, что буквально на прошлой неделе были введены новые санкции относительно других российских физических лиц, а также компаний. Рома? Я думаю, что многие, как и я, запутались уже давно во всех этих списках санкциях отдельных наименованиях компаний. Саша, спасибо. Александр Яневский, во-первых, о скандале вокруг судей Брэта Кавана и новых показаниях, новых свидетелей, ну и, конечно, в санкционном вопросе о новых ограничениях против российских компаний. Саша, спасибо. Вернемся к теме Генеральной Ассамблеи. Накануне на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и специального представителя Соединенных Штатов по Украине Волкера. Последний передал Порошенко копию так называемой Крымской декларации США, подписанной госсекретарем Майком Помпео. В декларации говорится, США считают Крым частью Украины. В этом документе государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают русскую аннексию Крыма, сказал Курт Волкер. Мы обратились за комментарием к украинскому политологу Евгению Магде и вот как он прокомментировал эту встречу и дар. Я думаю, что в Украине оценят тот факт, что Курт Волкер передал копию украинской декларации госдепартамента Порошенко и это такой своеобразный подарок к дню рождения украинского президента, который свидетельствует неизменность позиции Вашингтона в отношении непризнания аннексии Крыма. Политолог также отметил, что эта Генеральная Ассамблея ООН для Украины будет иметь особое значение. Напомним, что выступление Порошенко состоится сегодня. На Генеральной Ассамблее ООН впервые будет обсуждаться ситуация на оккупированных территориях Украины, то есть на оккупированном Крыму, в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Это первый такой случай. Раньше Организация Соединенных Наций, только Генеральная Ассамблея ООН только подтверждала принадлежность Крыма Украине. И, в принципе, вот такой предметный разговор, мне кажется, шагом, ну, не решающим, но заметным шагом процессу деоккупации Донбасса. Это первое. Я не ожидаю быстрого решения Генеральной Ассамблеи ООН по поводу введения миротворцев по той простой причине, что это не в компетенции Генеральной Ассамблеи ООН. Но вообще сам факт, он, по-моему, важен, и я думаю, что Украина постарается использовать возможность для максимального количества двусторонних контактов, чтобы создавать положительную для себя динамику обсуждения этих вопросов. Выступая в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне на прошлой неделе, Курт Волкер подчеркнул главную причину, по которой США намерены помогать Украине выйти из конфликта с Россией. Именно эта страна стала местом, по которому пролегают критически важные разломы внутри Европы географические, культурные, политические и экономические. Если Украина станет успешной рыночной демократией в рамках трансатлантического сообщества, то это будет огромным шагом вперед в деле защиты наших ценностей и послужит вдохновением для российского народа, продемонстрировав ему, что подобное возможно. Если произойдет обратное и Украина погрязнет в коррупции и некомпетентности и под тяжестью российской агрессии будет втянута в российскую орбиту, это будет означать, что мы, трансатлантическое сообщество, будем вынуждены долгие десятилетия сталкиваться с многочисленными проблемами и необходимостью защищать наши ценности. Никто из нас этого не хочет. Именно поэтому мы должны помочь Украине. Иран предлагает США возобновить переговоры по принципу око-за око, но при этом обвиняет Вашингтон в развязывании экономической войны. Администрация Трампа параллельно критикует Евросоюз за решение создать специальный механизм взаиморасчетов с Тегераном во вход американских ограничений. Президент Франции, который также находится в Нью-Йорке, защищается, критикует Трампа за односторонний подход к ситуации вокруг Ирана и наносит ответный удар, призвав членов ООН отказаться от заключения торговых соглашений с государствами, которые не соблюдают условия парижского климатического договора. Давление США на Иран не прекращается ни на минуту, как на самой Генассамблее во время выступления президента Трампа, так и в кулуарах. На специальной конференции по Ирану в рамках Генассамблеи ООН под названием «Вместе против ядерного Ирана» советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Евросоюз за решение создать специальный механизм взаиморасчетов с Ираном в обход американских ограничений. Мы не потерпим вложений, которые повысят способность Ирана развивать свою инфраструктуру нефти или природного газа. И мы ожидаем, что покупатели иранской нефти уменьшат импорт до 4 ноября или столкнутся с риском санкций. В свою очередь Брюссель анонсировал создание особой финансовой структуры, которая будет осуществлять денежные операции с Ираном от лица европейских компаний. Напомним, что в августе 2018 года Евросоюз официально разрешил европейским компаниям не соблюдать режим американских санкций в отношении Ирана. Госсекретарь Майк Помпео, который также участвовал в этой конференции, назвал Иран государством-террористом и призвал европейских союзников прекратить его поддерживать. К сожалению, вчера вечером до меня дошла новость, которая меня глубоко разочаровала. Это новость о том, что пять участников ядерной сделки объявили о создании специальной платежной системы в обход санкций США. Это одна из самых контрпродуктивных мер, которые можно себе представить. Это угрожает региональной и глобальной безопасности. Поддерживая доходы в казну режима, вы укрепляете статус Ирана как государственного спонсора терроризма номер один. Это позволит ему осуществлять насильственное распространение и экспорт иранской революции, а также обогатит руководство страны в то время, как иранский народ бедствует. Я думаю, что сегодня утром коррумпированные аяталы и корпус стражей исламской революции дружно смеялись. Французский лидер Макрон парировал обвинения со стороны высокопоставленных чиновников администрации Трампа и завуалированно отчитал их за односторонний подход к ситуации вокруг Ирана. По словам Макрона, Тегеран должен продолжить экспорт нефти, чтобы мировые цены на энергоносители снижались. Сейчас замечания президента Трампа о ценах на нефть меня задели. И я думаю, что если бы он дошел до логического конца в своих рассуждениях, то он увидел, что для формирования мировых цен на нефть важно, чтобы Иран смог снова торговать. Это хорошо для мира во всем мире и для формирования мировых цен на нефть. В противном случае в его оценке есть небольшая проблема. Между тем, иранский президент Хасан Рухани провел встречу с британским премьером Терезой Мэй на полях Генассамблеи. А с высокой трибуны сначала обвинил США в развязывании экономической войны против его страны, а затем предложил возобновить переговоры по принципу око за око. Наше предложение конкретное. Договор за договор, нарушение за нарушение, угроза за угрозу и шаг за шаг. Вместо слова ради слова или разговора ради разговора. Иран дает четкий сигнал. Нет войне, нет санкциям, нет угрозам, нет запугиваниям. Просто действуем в соответствии с законом и взятыми на себя обязательствами. Эксперты констатируют, что американские санкции уже наносят ущерб иранской экономике. Так сегодня стало известно, что курс национальной валюты реала рекордно снизился по отношению к американскому доллару. За один американский доллар в обменниках дают 182 тысячи реалов, тогда как официальный курс Центробанка Ирана 42 тысячи. В соцсетях местные жители сетуют на то, что во многих иранских банках практически невозможно купить иностранную валюту. В этом году иранский реал потерял более 2 третей своей стоимости. Санжар Хамидов, Настоящее время, Америка, Вашингтон. Продолжим говорить об экономической тематике. Сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо дал понять, что никакой спешки в работе над новой версией договора о свободной торговле с США и Мексикой нет. И назвал условия для достижения договоренностей. Обсудим с нашим штатным экономическим обозревателем Борисом Кольцовым, у которого, как я понимаю, сегодня будет еще и гость в Нью-Йоркской студии. Боря, приветствую. Ну так что, можно не ожидать совершенно быстрых решений? Канада явно дает понять, что не собирается уступать Трампу? Похоже на то. По крайней мере, помимо того, что Трюдо говорит, что нет никакой спешки, американский представитель на переговорах утверждает, что Канада не хочет идти на уступки. И напомню, что один из принципиальных в которых страны не могут договориться, это канадский рынок молочной продукции. Со мной в студии адресую вопрос ему. Вадим, на твой взгляд, увидим ли мы в ближайшее время обновление нафты, либо это будет идти двусторонним путем. Сначала США-Мексика, потом США-Канада, может быть. Я не думаю, что процесс так скоро закончится, потому что действительно с американской, с канадской стороны есть подтверждение, что эти вопросы существуют и разговоры должны быть продолжены. То, что Мексика и США собираются заключить двустороннее соглашение перед соглашением с Канадой, говорит о том, что на Канаду оказывается определенное давление в связи с американо-мексиканским согласием. То есть, это, я думаю, разговоры об этих дедлайнс. Переговорная тактика, которая, ну, может повлиять на сговорчивость канадцев, а может и нет. То есть, ну, как бы быстрого решения я не вижу. Вот так вот, Ром. У меня есть вопрос, Ром, если тебе нечего пока добавить по этой теме, у меня есть вопрос более глобальный к Вадиму. Да, вперед. Дело в том, что вчера Трамп в очередной раз с трибуны Генассамблеи ООН заявил о своих успехах, в том числе в экономике, что и биржи растут, и рабочие места прибавляются. Вот на твой взгляд, где грань между действительно заслугами администрации Трампа и тем фундаментом, который был заложен с ними мерами администрации Обамы в течение двух его сроков? Ну, я бы сказал, вот именно фундамент был заложен, а как бы воздух, кислород, это вдохнули реформы Трампа, налоговая реформа и, главное, отмена большого количества ограничений на бизнес, бюрократического характера и просто их большое количество, которое помогло рынкам задышать, так как в последний год Обамы мы знаем, что рынки пошли вниз, был упадок, а в первый полный год Трампа, 2017-й, Долл Джонс пробил там все мыслимые рекорды годового роста и так далее. Но это как бы была такая массивная подача кислорода, можно сказать. Процентом отношения, я бы сказал, 90% заслуга Трампа, 10, может быть, Обамы, что он подготовил почву и поставил на ноги экономику после рынки после кризиса 2008-го года. Но тут есть содержание и форма. Конечно, форма, в которой президент это преподносит, она очень необычная для международных форумов и каких-то дипломатических собраний. Это больше хорошо для внутреннего использования, а также для разговора, на котором ведут общение главы корпораций со своими подчиненными. То есть огромный свет на успехи, но о недостатках скажут наши противники. То есть это стопроцентно такая розовая картина. Понятно. Теперь про одну тему, которая беспокоит Трампа постоянно. Это цены на нефть. Он недоволен их высоким уровнем. На твой взгляд увидим ли мы в ближайшее время, в следующем году, например, нефть по 100 долларов? Вот сейчас после некоторого оптимизма по этому поводу на рынке пошел ряд комментариев, заслуживающих доверия аналитических групп в разных больших корпорациях, что все-таки этого не произойдет. И что Саудовская Аравия и Россия смогут достаточно быстро нарастить добычу, чтобы ликвидировать дефицит, который вызывает рост цен. Ну да, здесь добыча ключевой вопрос, потому что цены всегда регулируются именно динамикой спроса и предложения. И мне кажется, та геополитическая ситуация, которая существует, Трампа поддержит Саудовская Аравия и увеличит производство, а Россия увеличит просто из-за того, что ей приходится, из-за давления санкционного, им нужна наличность. Спасибо огромное. Ром, у меня все, если есть что добавить. Борис, спасибо, как всегда обстоятельно. Борис, кстати, хочу отметить для наших зрителей, что то, что мы с тобой в одинаковых галстуках, это совпадение, а не корпоративный стиль. Ну, это отчасти является нашим корпоративным цветом. Борис, спасибо, ведущий, наш ведущий экономический обозреватель Борис Кольцов и его гость Вадим Волос, коллеги, спасибо и хорошего вечера. Счастливо. 5 миллионов долларов с нуля заработала компания по продаже носков. Это впечатляющие результаты для любого бизнеса, но речь идет не о самом обычном предпринимателе. Всего за два года миллионером стал 23-летний житель Нью-Йорка с синдромом Дауна. Елена Мещерякова встретилась с успешным бизнесменом и выяснила секрет его успеха. Спасибо большое. Если считать по осени, получается тысяча открыток в месяц. Чем холоднее, тем больше заказов. И каждому покупателю Джон Кронин пишет благодарность от руки. Сниженный мышечный тонус одна из проблем при синдроме Дауна кажется не помеха. Да, у меня синдром Дауна, но это никогда меня не останавливало. 23-летний предприниматель миллионер с 8 утра на работе, порой до 9 вечера. Вместо обеденного перерыва у него по плану съемка видео для соцсетей. Привет всем. Добро пожаловать в компанию Джонс Крэйзи Сокс. Меня зовут Джон Кронин, а это Гарри, Лия и Лиза. Джон и его коллеги распространяют счастье. Это у детей солнца получается лучше всего. Фирменные улыбки раздают на сайте. Сумасшедшие носки рассылают по почте. На входе так и написано Spreading Happiness. В одном из 800 случаев природа совершает ошибку. Джону досталось три 21-х хромосомы вместо положенной пары. Но если у него есть пара чумовых носков, значит нет причин чувствовать себя лишним. Джон еще и любимый, младший, из трех сыновей Марка Кронина. Два года назад чиновник среднего ранга ушел со стабильной работы, чтобы исполнить мечту своего ребенка. Я хотел делать что-то со своим отцом, что-то прикольное, веселое, чем могут заниматься папа и сын. Это была его идея. Папа, мы можем продавать носки. И мне не пришло в голову сказать ему нет. Конечно, мы можем. Отец и сын начали с эскизов и страниц в Фейсбуке. Потом заказали пару образцов и разослали известным ценителям этого предмета одежды. Премьер-министр Канады и президент США были в полном восторге, чему доказательства на стене. Это носки с супергероем, у которого синдром Дауна. Их придумал Джон, и президент Джордж Буш носит эти носки. Популярность Джона начала расти, а ассортимент ширится. Сегодня на складе 1900 наименований чулочно-носочных изделий. А в штате 35 человек и 18 из них с особенностями развития. Они вообще не мечтали о настоящей работе. Я хочу быть уверенным, что делаю хорошую работу и могу помочь, где я нужен. Вы счастливы здесь? Да. Мы просто стараемся раздвигать границы возможного, и мы видим маленькие чудеса каждый день. Люди начинают делать то, что никогда не делали. Мы недавно наняли двух аутистов. Они вообще не разговаривали раньше. Все, что мы сделали, дали им работу. Мы ценим их вклад, мы работаем вместе, и люди расцветают. Бизнес расцветает тоже. Сын креативный, отец финансовый, директор семейной компании. К концу года оборот сумасшедших носков Джона достигнет 5 миллионов, но это не важно. Мы не компания традиционных инвестиций, потому что у нас нет стратегии выхода из бизнеса. Мы не думаем о росте и продажах, мы не ищем покупателя. Это бизнес, который я построил для своего ребенка, чтобы у него была наполненная, осмысленная жизнь до самого конца. С тех пор, как они работают вместе, Марк каждое утро надевает новые носки по выбору сына. Сегодня я в носках, большой шаг для человечества. Это прогулка по Луне. 6 тысяч новорожденных в США. Каждый год получают 47 хромосом и все шансы стать счастливыми. Но все же Джону повезло чуть больше. С отцом. Елена Мещерякова, Макс, Авлошинго, специально для настоящего времени, Лонг Айленд, Нью-Йорк. Совершенно невероятная история. Как из дерзкого стартапа превратиться в лидера рынка и крупнейшего арендатора офисного пространства в Нью-Йорке? За опытом стоит обратиться к компании WeWalk, о которой мы рассказывали. Согласно последней информации, стартап, у которого уже 6 тысяч сотрудников, теперь главный игрок на рынке офисов в деловой столице США. Но, как и у каждого гиганта, у него есть масса конкурентов, которые пытаются выиграть на нишевых продуктах. Ольга Логинова изучила рынок. Рабочие будни в столице деловой жизни Америки здесь не любят терять время. Ведь каждая секунда и каждый миллиметр пространства на вес золота. Вместе с ростом цен на аренду. И революцию на рынке труда все больше профессионалов выбирает удаленную работу с гибким графиком. Новый тренд 21 века коу-воркинг. Работа в едином творческом пространстве. Здесь арендуют не офис, а рабочее место и вдохновение от работы с единомышленниками. На юго-востоке Манхэттена, в сердце района, который любовно называют Нью-Йоркской Кремниевой долиной, стол, стул и ценные советы предлагает спутник Space. Коу-воркинг и акселератор с русским акцентом. На мой взгляд, все идет в сторону кау-воркингов, потому что все меньше и меньше людей в одной компании могут работать друг с другом вместе в одной локации, потому что все глобализируется, то есть у тебя там часть команды где-то в Сингапуре, часть команды здесь, часть команды еще где-то. Нет такой необходимости снимать какой-то большой офис, и получается гораздо дороже, чем если ты просто снимешь место в кау-воркинге. Спутники рабочие места арендуют как выпускники акселератора, так и сторонние компании, в основном из Восточной Европы. Москвич Роман Шмелев приехал в Нью-Йорк с идеей образовательного стартапа. Я просто плачу аренду рабочего места и работаю здесь в коллективе. Ну, просто из дома работать достаточно грустно. У Нью-Йорка он чем опасен, что если ты засидишься дома, то у тебя начнется депрессия. Кроме того, это полезно. Это полезно как бы это новые знакомства, это полезно, потому что это коррелирует с моей идеей стартапа. Тем, кто хочет быть ближе к природе, не выезжая за пределы города, подойдет работа в коу-воркинге в деревенском стиле. Я люблю естественный свет, люблю эти большие окна. Мое любимое место наверху этой лестницы. Там удобные большие кресла, где многие любят ненадолго вздребнуть. Вся мебель и элементы декора в коммунальном офисе ферма Фарм Сохо по кускам перевезены сюда с фермы в штате Миссури. Вот здесь работают все наши клиенты. У нас есть два типа членства с закреплением за каждым клиентом конкретного рабочего места и без закрепления. Люди приходят и занимают любой свободный стол. Здесь им отведена левая часть помещения. Преимущество этого коммунального пространства в том, что оно открыто 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для основателей образовательного стартапа РУВНО, такая гибкость графика позволяет работать с клиентами в разных часовых поясах. Мы работали в нескольких коворкингах. Это наш второй коворкинг. Мы любим такие пространства не только потому, что это дешевая возможность работать. Например, позволить офис Сохо может не каждый, но и потому, что это особая энергия. Инновационные команды, усердно работающие рядом, придают сил вставать в 5.30 по понедельникам. Большинство людей, предпочитающих коммунальные офисы традиционным, миллениалы и молодые компании со скромным бюджетом. Есть в этом правиле и исключение. В коворкинге Серв Корп Адресом в мире, первая башня Всемирного торгового центра, работают профессионалы, не стесняющиеся своего успеха. Прежде всего, это очень известное место. Ты говоришь Всемирный торговый центр и все сразу понимают, что ты имеешь в виду. Вид потрясающий. Вы только осмотритесь, вокруг все культовое. Это очень красиво. А вид отсюда действительно отменный. Ольга Логинова, Майкл Экельс, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Актер и комик Билл Косби получил тюремный срок по обвинению в изнасиловании. Подробности знает наш обзреватель. Простите, Максим Маскальков. Макс, тебе слово. Привет, Рома. Суд приговорил Билла Косби к сроку от трех до десяти лет лишения свободы. Таким образом, Косби стал первой знаменитостью эры движения МИТУ, который получил тюремный срок за сексуальные домогательства. Опальный комик был взят под стражу прямо в зале суда. Напомню, что в суд на Косби подала женщина по имени Андрея Констант. По ее словам, актер подмешал ей в напиток наркотики, после чего женщина утратила способность двигаться, а затем Косби изнасиловал ее. После вынесения приговора общественность незамедлительно потребовала убрать звезду Косби с аллеи славы. Однако представители Голливудской торгово-промышленной палаты заявили, что в ближайшее время делать этого не собираются. Теперь к другим новостям. Сейнт Лорент в рамках проходящей в Париже недели высокой моды представил коллекцию весна-лето 2019. По залитому водой подиуму подножья, переливающиеся ночными огнями Эйфелевой башни, продефилировали модели Кая Гербер, Лекси Боллинг, Анна Эверс и другие. А понаблюдать за презентацией приехали бывшая первая леди Франции модель Карла Бруни, актрисы Николи Ричи и Катрин Денев, супермодели Синди Кроуфорд и Кейт Мосс и другие знаменитости. Наполненная духом 70-х и 80-х годов, коллекция состоит из кожаных мини-шорт и жакетов, полупрозрачных блуз, платьев с откровенным декольте, узких брюк с высокой талией и шерстяных пиджаков. Меган Маркл впервые после свадьбы вышла в свет без сопровождения принца Гарри или других членов королевской семьи. Герцогиня Сасекская посетила Королевскую академию художеств в Лондоне, где состоялось открытие выставки «Океания», приуроченная к 250-летию со дня основания музея. Ее высочество ознакомилось с экспонатами, привезенными из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонго. Именно эти страны принц Гарри и Меган Маркл посетят во время своей первой официальной зарубежной поездки, которая начнется в середине октября. Стало известно о разводе актера Шайла Баффа и британской актрисы Мии Готт после шести лет брака. Они расстались с друзьями, все детали, относящиеся к процессу развода, станутся частными, заявили представители актера. По слухам, причиной разрыва стала интрижка Ла Баффа с певицей Талией Барнетт, бывшей девушкой актера Роберта Паттисона. Старий Шайя познакомился на съемках своего нового фильма «Ханни Бой». Сегодня в Монте-Карло состоится благотворительный аукцион, организованный фондом принца Монако Альбертом II. Среди наиболее интересных лотов урок верховой езды с Мадонной за 120 тысяч долларов и гитара Мика Джаггера за 40 тысяч долларов. Ожидается, что вечер посетят Орландо Блум, Пирс Броснан, Эдриан Броуди, На сегодня у меня все. До встречи. Рома. Макс, спасибо. Это проект «Настоящее время. Америка». Прямой эфир из Вашингтона на канале «Настоящее время». Смотрите нас каждый день в то же самое время. Ну а сразу после нас итоговая вечерняя программа. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин